Современное доменное производство предъявляет к железорудным материалам очень высокие требования. Эти материалы должны иметь высокое содержание железа, низкую концентрацию вредных примесей, оптимальный размер кусков и высокую прочность, чтобы при транспортировке и в ходе плавки куски не разрушались. ЖРС в естественном состоянии часто не удовлетворяет этим требованиям, поэтому его специальным образом обрабатывают и обогащают. Предлагаю посмотреть небольшой ролик о том, как руда из карьера попадает на обогатительную фабрику. Когда руда взорвана, в дело включаются экскаваторы. Они грузят ее в огромные самосвалы – белазы. Самосвалы по серпантинам поднимают руду на перегрузочные склады. В разных участках карьера руда различаются по качеству, поэтому ее нужно перемешать до однородного состава. Для этого самосвалы поочередно выгружают руду на разных перегрузочных складах. Горняки называют этот процесс усреднением. Усредненную руду экскаваторы грузят в вагоны и электровозы везут составы на дробление и измельчение. Составы с рудой разгружаются в корпусе крупного дробления. Вагоны сбрасывают руду прямо в устье дробилок. Затем руду передают в корпус среднего и мелкого дробления. Здесь уже другие дробилки измельчают руду до размера крупной горошины и в таком виде передают на обогатительную фабрику. На обогатительной фабрике дробленую руду обжимают в волковых прессах высокого давления и уже совершенно подготовленной подают в шаровые мельницы. Шаровые мельницы это стальные барабаны, в которых засыпаны металлические шары. Вращая в барабане шары измельчают руду до состояния мелкого песка. После мельниц руду направляют к магнитным сепараторам. Сепараторы с помощью магнитного поля отбирают из измельченной руды магнитную часть и таким образом получается железорудный концентрат, который на две трети состоит из железа. Мы увидели как обогащают добытую руду и получают железорудный концентрат. Однако этот вид железорудного сырья из-за слишком мелкого размера при загрузке в доменную печь затрудняет газопроницаемость. И это в свою очередь снижает общую продуктивность доменной печи. Поэтому из железорудного концентрата делают окатыши. Окатыши представляют собой шарообразные гранулы, формирующиеся при окатывании железорудного концентрата, увлажненного до определенной степени, и в качестве сызующего материала для этих целей используют различные добавки, чаще всего бентонитовую глину. Далее окатыши подвергаются обжигу в специальной машине. Давайте также посмотрим небольшой ролик на эту тему. Чтобы превратить концентрат в окатыши, его подают на фабрику окомкования Столинского ГОКа. Здесь концентрат смешивают с особой глиной, бентонитом, и на тарельчатых окомкователях скатывают в шарики. Затем сырые окатыши подают в печь обжиговой машины. Пройдя почти 200 метров по печи и разогревшись до 1300 градусов, окатыши спекаются и получают необходимую твердость. После обжига окатыши сортируют и отправляют на Новолипецкий металлургический комбинат, где из них делают чугун и сталь. Еще одним видом железорудного сырья, помимо окатышей, является агломерат. Агломерат получает за счет спекания в агломерационных печах железорудного концентрата и мелких кусков железной руды, ну или железорудной мелочи. Также добавляет различные флюсы и мелкий кокс, и при спекании в печи часть смеси расплавляется и удерживает собой более твердые частицы. В результате получается пористый и достаточно твердый материал, готовый к использованию в доменной печи. Однако агломерат из-за его хрупкости и возможного разрушения при перевозке обычно не отправляют на продажу. Его производят и используют сразу на металлургических комбинатах. Стоит дополнительно сказать о том, что встречается также и богатая железная руда с исходным содержанием железа до 55 процентов. Это так называемая аглоруда. Такую руду можно загружать в доменную печь напрямую. Главное, чтобы выполнялось требование по оптимальному размеру. Однако аглоруда не всегда встречается в больших количествах. К примеру, на Стойленском ГОКе доля аглоруды в общей добыче составляет около 2-3 процентов. В среднем для производства 1 тонны стали требуется примерно 1,6 тонны ЖРС. Но оптимальный состав металла шехты для доменной печи зависит от очень многих параметров. В частности, от доступа завода к конкретным видам ресурсов и динамики цен на них. НЛМК практически на 100 процентов обеспечена собственным железорудным сырьем Стойленского ГОКа. Металла шехта доменных печей НЛМК в среднем на 35 процентов состоит из окатышей и на 65 процентов из агломерата собственного производства. Итак, в этом ролике мы обсудили, как добывают руду, какие виды железородного сырья из нее получают, а также поговорили об оптимальном составе металла шехты для доменной печи. В следующем ролике мы расскажем уже о металлоломе и других видах сырья, которые используются в дуговых печах и конвертерах. Субтитры создавал DimaTorzok